В сегодняшний воскресный день Святая Церковь предложила нам удивительную беседу Иисуса Христа с Самарянкой. Христос проповедовал всюду, и после долгих трудов, в знойный, жаркий день, Он подошел к колодцу. В то время, когда ученики отлучились в город, и находясь у этого колодца, к нему подходит некая женщина, самарянка. Самаряне это были для иудеев люди как отверженные, хуже язычников. Если даже с язычниками можно было разговаривать, то с самарянами иудеи даже не сообщались, то есть даже не разговаривали. Больше того, если самарянин или самарянка дотронется до какой-то пищи, продукта, то иудей уже не имел права даже вкушать эту пищу. Это была настолько отдаленная друг от друга форма взаимоотношений, что даже разговора с самарянкой или самарянином не допускалась. Но Христос разрушает эти строгие законы и говорит с самарянкой. Он приходит спасти каждого человека, потому что Он Бог всех людей, всех народов, знающих Его и заблуждающихся. И потому, когда самарянка приходит к колодцу в этот знойный полдень, а нужно обратить внимание, почему она приходит одна. Вы знаете, что на Востоке женщина одна вообще ходить не должна. Даже за водой женщины ходили как минимум в пятером или даже больше, и то либо рано утром, либо уже ближе к вечеру. А здесь полдень, и она одна идет за водой. Видимо, эта женщина не была среди своих подруг, своих знакомых и даже среди своих единоплеменников в почете. А почему? Мы узнаем с вами несколько позже. Когда эта женщина одна приходит к колодцу и вдруг видит какого-то странника, который сидит у колодца и вдруг просит у нее воды. Она узнает в нем Иудея и говорит о том, что иудеи с самарянами не общаются. Как ты можешь даже говорить со мной и просить у меня пить? У тебя даже нет сосуда, нечем зачерпнуть этой воды из глубокого колодца. А этот колодец действительно глубок. Нужно сказать, что колодец этот существует сегодня в наши дни. Этот город сегодня называется город Сихем. В этом городе над колодцем Иакова, который ископал еще древний пророк, сегодня возвышается величественный храм, куда паломники могут прийти не только помолиться, но и немножко дальше алтаря находится место, где сегодня в этом колодце чистая, совершенно удивительная по вкусу вода. Нам посчастливилось с паломниками быть в городе Сихеме, в этом храме, и зачерпнуть воду из колодца, представьте, из которого воду пил сам Христос. И когда она, зачерпнув воды, подают спасителю, то у них начинается удивительный разговор. Разговор о молитве, о Боге, о месте поклонения, что, оказывается, поклоняться нужно в духе и истине, а не просто искать какое-то место для поклонения, которое было у иудеев исключительно городом Иерусалимом. Наступает время Нового Завета, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, говорит Христос. И далее он указывает на то, чтобы женщина обратила внимание, свой взор на саму себя. Она узнает в этом страннике не просто человека, она называет его пророком. Даже больше того, она знает, что должен прийти Иисус. И вот тогда Христос говорит, иди и позови мужа твоего. Но она, смутившись, молчала, потому что Христос открывает ее глубинную тайну. Она отвечает, у меня нет мужа, правильно ты сказал. Ибо те пять мужей, которые были у тебя, они не являются тебе мужьями. Больше того, даже тот, с кем ты живешь сегодня, не является тебе мужем. Он обличает ее греховную жизнь. И она вдруг видит, что это не просто человек. Может быть, он и есть Мессия. Может быть, он и есть тот самый обещанный Христос. Она убегает в город и так интересно рассказывает о своей встрече с незнакомцем, что почти полгорода приводит за собою к колодцу, где сидит Христос. Дорогие братья и сестры, очень важно нам вчитываться не только в Евангелие, но и в интересные предания церкви. В книге «Пролог» за 20 марта указывается жизнь этой женщины, которая беседовала со Христом. Что с ней было потом? Да и потом, может ли забыть человек встречу с Господом? Может ли забыть он глаза, которые смотрели в сердце, в душу человека, который общался с ним? Как вы помните, младенец Игнатий, которого держал Христос на руках, уже никогда не мог забыть Господа и носил его в сердце своем, почему мы называем его богоносцем. Так не могла забыть доброго и милостивого взгляда Иисуса Христа Самарянка. Она потом принимает святое крещение. Она была одна из пятерих сестер, которые потом проповедовали истину воскресения Христа. Больше того, известно, что у нее был сын по имени Виктор. Он служил в императорской армии Нерона. И когда Нерон приказал гнать христиан и мучить их, а если нужно и убивать непокорных, то он стал помогать христианам. Он слышал рассказы матери, которая покрестилась с именем Фатиния, то есть просвещенная, несущая в себе свет. И вот с этим именем она дальше проповедовала Евангелие. Она рассказывала об этой удивительной встрече. И когда весть об этой проповеди дошла даже до императора, то их призвали к ответу и заставляли отречься от Христа. Но разве может отречься от Христа та, которая однажды всем сердцем полюбила и поверила в Него? Конечно же нет. Мученикам, а это мученику Виктору и сестрам Фатинии, руки положили на наковальню и избивали их молотом. Они не отрекались. Потом положили на наковальню ноги и молотами избивали ноги мученикам, чтобы они отреклись от Иисуса. Но они этого не сделали. Тогда их снова заточают в темницу. Они истекают кровью, но Бог укрепляет своих страдальцев. Затем им отсекают раздробленные руки и ноги. В свои последние дни они встречались именем Господа Иисуса Христа на устах, потому что они знали, что лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. Вот так смогла самарянка Фатиния пробудить в других сердцах веру, что люди готовы были принять смерть за Иисуса. А ей самой, уже истерзанной, император повелел снять с оставшегося тела кожу. И после того, когда палачи исполнили этот приказ тирана, она уже умирающая, была брошена в колодец. Та, которая у колодца получила свет веры, в колодце, будучи брошенным телом, душу придает в руки Царя Небесного, в которого веровала и пребывает вовеки живой. И вот сегодня мы вспоминаем самарянку Фатинию, некогда грешницу, некогда жившую с несколькими мужчинами, больше того, даже сторонящуюся своих подруг, а потому саму в одном, в едином лице, приходящую за водой, потому что ей было стыдно ходить с подругами. Она действительно считалась в своем народе уже без того отверженным еще и великой грешницей, искупила свои грехи, а самое главное, возлюбила Господа всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. Чему учит нас с вами, дорогие братья и сестры, сегодняшняя беседа Иисуса Христа с самарянкой? Первое. Тому, что Христос знает все о каждом человеке. Христос знает все о каждом из нас с вами. А поэтому нет смысла скрывать свои грехов, лучше в них покаяться и сказать, Господи, Ты все знаешь, Ты все весь, прости меня. Ведь Ты знаешь не только внешность моей жизни, Ты знаешь вся внутренняя моя, Ты знаешь даже мои помышления, а они не всегда бывают чистыми, они бывают греховными, блудными, срамными. Прости меня, милосердный Господи, и помоги мне исправиться. Второе, чему учит нас эта удивительная беседа, это тому, что мы можем молиться Господу на любом месте. На любом месте. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови, душа моя Господа». Мы можем стоять на остановке и общаться с Господом. Мы можем готовить, стирать, гладить. Можем выполнять любую работу. И быть с Господом, повторяя удивительную Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, женщины говорят грешную. Мы, дорогие братья и сестры, можем молиться и в море, и в горах, и в пустыне, на любом месте. Но главное, где собираемся мы на общую, как говорят, соборную молитву, это Божий храм. Почему мы собираемся сюда? Чтобы прославить воскресшего из мертвых Христа и чтобы соединиться с Ним в таинстве святого причащения. Потому что этого таинства ни на стадионе, ни на улице, ни на остановке, ни в магазине никто вам не преподаст. Здесь, в Божьих храмах, Христос Сам преподает Себя верным. Вот потому и мы с вами, дорогие, приходим по зову Христа, по зову Церкви. Придите все верные, поклонимся Святому Христову Воскресению. Мы приходим в храм поклониться воскресшему Христу и причаститься к бессмертным, животворящим Христовым Таинствам. Дорогие братья и сестры, мы с вами, выслушав эту удивительную историю, должны проникнуться желанием больше читать, читать Евангелие. Ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Читая эти удивительные беседы Христа с Самарянкой, с Иудеями, с сотником, с различного рода и различными по званию людьми, мы сами проникаемся удивительным, таинственным смыслом, будто Христос говорит не с ними, а будто Он говорит с каждым из нас. Вот как важно беседовать со Христом и слышать Его наставления. Вот потому, дорогие братья и сестры, мы должны обязательно питать свою душу, мы должны наполнять свое сердце этими беседами и понимать, что Христос живой и Слово Божие живо, оно Бога вдохновенно, а потому и на нашу грешную душу может оказать удивительное свойство и оказать помощь в нашей с вами земной жизни. Дай же, Господи, дорогие братья и сестры, нам с вами почаще читать Евангелие и чувствовать голод, вот этот духовный голод, когда мы оставляем эту духовную книгу, это удивительное наставление нашего Спасителя и заменяем его суррогатами каких-то новостей, каких-то просмотров своих телефонов, компьютеров, что это все лишь пробуждает в нас страдания, уныние, отчаяние, голод. Вот дай Бог, чтобы душа наша насыщалась словесами Господними, словесами чистыми, которые вложены в Святое Слово Бога в Евангелие. Итак, постараемся исповедать грехи свои, зная, что Христос сердцеведец знает все и видит все. И потому не будем не только повторять, но и вновь совершать каких-то грехов пред лицом всевидящим Богом. Будем, дорогие братья и сестры, как самарянка проповедовать Христа, потому что она пошла и так рассказала. Вы помните, полгорода пришло посмотреть на этого удивительного учителя. И мы с вами можем рассказать своим родным, близким, соседним о Христе и за собой повезти их в Божий храм, чтобы и люди узнали этот свет и пошли за ним. И, конечно, мы не сможем увидеть света, если не прочитаем эти удивительные слова, сказанные в Евангелии самим Христом. «Я свет миру, и кто последует за Мною, тот никогда не будет ходить во тьме». Я желаю вам, дорогие братья и сестры, ходить во свете, пока есть свет, потому что приближается тьма. Но те, кто будут во свете, они увидят истинный путь ко Христу, который победил Своей смертью смерть и всем верующим в Него подарил жизнь вечную. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь.